ну что ж друзья давайте посмотрим что у нас произошло с кондюхой за месяц распалил я дымарик на всякий случай вот такая вот ситуация думаю видно кондюха не скушка ли челка тоже активная поднимать вверх я сюда еще вот уж извините немножко дыма ну чутка прав я не прав решать всем и в отдельности так положу все-таки кондюху потому что следующий раз не знаю когда приеду и делаю на перспективу какая будет погода тоже неизвестно у нас может быть вот это полкило канди которые они скушали за месяц на вот такой пятачок ну здесь уже килограмм то есть в принципе хватит точно причем по кормам я не переживаю что их мало там или еще что-то кормов хватает но с учетом того что они гонят расплод и если будет все-таки опять-таки повторюсь еще раз ударят морозы они расплод не бросят чтобы у них было сверху корм сверху кондюха было только поэтому я так делаю не бо ли е так пойдемте посмотрим другую семью следующая семейка которая на своих кормах зимует это особо роли не играет смотрите как скушала довольно таки неплохо тоже положу ей причина та же самая ребят я не знаю когда удастся приехать следующий раз чем кормов я больше чем уверен и хватает но зима нас так просто не отпустит это были люди которые мне говорят надо было все предвидеть надо было предвидеть какая будет зимовка еще что-то ребята если вы предказатели то скажите мне какая будет весна какое будет лето я например не знаю реально что будет понятия не имею я просто догадываюсь то что зима нас так просто не отпустит и возможно март апрель это будут снега и морозы я этому не удивлюсь поэтому покажу канди обязательно пойдем дальше деревянный улей меня удивляет то что все комментарии которые я слышал о вентиляции ух ты ну на сыровато надо будет менять вентиляции и о утеплениях и о чем-то то были только по поводу улив по поездам в дереве ничего не сказал с учетом того что у меня всю зиму в кавычках зиму да вот эту то что тепло у меня лежит подушка здесь за исключением буквально там не знаю ну от силы может быть недели две-три не лежала у меня подушка когда я пытался их в клуб загнать вот здесь тоже скушали надеюсь видно вот здесь вот таком состоянии находится корма тоже тьма 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 кормов хватает но опять-таки я боюсь того что ударят морозы и пчелка просто не перейдет останется на расплоде и не перейдет на не перейдет на мед поэтому также кладу candy вот и все а сверху у меня есть подушка из мха чуть потоньше это подушка из мха положу так идемте посмотрим еще одну семейку которую я прошлый раз не трогал она хорошо сидела в клубе так друзья единственная семейка которая вообще сидит в клубе все зиму как мы сейчас называем на опа но смотреть начала подниматься наверх раз два три 4 5 ты тоже потихоньку рассыпается вот здесь вот вида надеюсь давайте покажу вот сидит спокойно абсолютно с исключением того что я такой нехороший дядя их побеспокоил в принципе кормов кормов еще тьма тьма я их трогать не буду единственная семья которая в таком хорошем скажем так состоянии на мой взгляд еще раз говорю никому ничего не пытаюсь доказать на мой взгляд единственное что вот это вот дощечку я положу вот так вот теперь то есть чтобы была возможность если что пчелки перейти наверх candy candy класть им пока не буду зачем я считаю что это не нужно вот так вот я ставлю зимовка идет пойдемте дальше подушка сырая смотрите все скушали придется им положить обязательно как иначе положу я наверно сразу килограмм то есть в октябре ноябре положил им килограмм потом полкило это получается полтора два с половиной килограмма там где семья зимует только на candy для чего все это да просто интересно посмотреть так ну и сверху тоже подушку заменю так ну и последнее последнее друзья наверное кто следит за моими роликами возможно интересно экстремальная холодная зимовка открытое дно открытый вверх то есть давайте посмотрим давайте я вам покажу о по семья живая candy класть в принципе даже не буду будут голодать не будут голодать вообще ничего делать не буду с ними хочу дождаться именно весны конкретно но сам видите семья живая поднялась тоже наверх тем не менее грудь делать ничего не буду просто перемен значит эксперимент мне многие говорили зачем ты это делаешь друзья я еще раз не хочу понять как можно зимовать в моем регионе эти эксперименты я не ничем никому не хочу доказать объяснить я показываю как делаю я и хочу посмотреть что из этого получится интересно смотрите нет нет значит пока у такие у него так что все друзья удачной зимовки или уже до зимовки не знаю как это правильно назвать не судите строго но еще раз повторюсь если хотите дать какие-то советы то исходите из тех условий в которых нахожусь я а и тогда мы будем говорить на одном языке когда мы поймем друг друга тогда будет дело все друзья всем удачи пока пока до новых встреч до новых встреч